Всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. Сегодня я хочу вам рассказать, как приготовить цветную капусту. К капусте мы приготовим вкусный соус. Я готовлю этот рецепт уже давно, и семья всегда остается довольна и требует еще. Дождите, едят с удовольствием такую цветную капусту и просят добавки. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и оригинальных рецептов. Для приготовления нам понадобится, конечно же, сама цветная капуста. Убираем плодоножку и все ненужные места. У меня в очищенном виде качан завесил ровно 950 грамм. Разбираем капусту на соцветия или нарезаем обычным ножом на небольшие кусочки. Нарезанную капусту перекладываем в дуршлаг и промываем под проточной водой. Перекладываем ее в кастрюлю, доводим до закипания и варим на среднем огне в течение 4-5 минут. Не до самой готовности, а чтобы она была такая. Альденты, почти что готовая. Готовность можно проверить ножом. Ножик должен легко вставляться в капусту. Пока капуста у нас варится, натираем 100 грамм твердого сыра. С помощью дуршлага убираем лишнюю жидкость и отваренную цветную капусту перекладываем в жаропрочную емкость. Емкость я смазала растительным маслом. Можно смазать сливочным маслом. И затем, чтобы кусочки были еще мельче, я ее вот так вот прямо в жаропрочной емкости нарезаю на более мелкие кусочки. Можно оставить кусочки покрупнее, делайте на ваш вкус. Приготовим соус. Для этого нам понадобится 2 яйца. Яйца разделяем на желтки и белки. Конечно же, от того, как вы приготовите соус, будет зависеть вкуснота вашей цветной капусты. Соус в этом рецепте играет главную роль. Далее в жаропрочную емкость добавляем 100 грамм сливочного масла. Нам его нужно хорошо растопить на маленьком огне. В масло добавляем примерно 50-60 грамм. Это примерно 3 полные столовые ложки муки. И все тщательно перемешиваем. Перемешиваем так, чтобы не осталось никаких комочков. Это очень важно. Далее подготавливаем 400 миллилитров молока. Все ингредиенты для соуса нужно подготовить заранее. И тоненькой струечкой начинаем добавлять молоко в ранее замешанную массу. И все продолжаем перемешивать. И так постепенно добавляем все молоко. Все это нужно проделывать на очень маленьком огне. И постоянно перемешивать. Это очень важно, чтобы ничего не скомковалось. Провариваем массу в течение 1-2 минуты. На глазах она у вас станет белеть и густеть. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться плюс-минус масса. Если вы хотите чуть погуще, то можно ее проварить еще 30 секунд. Далее убираем наш соус. Это соус бешамель или как его еще называют белый французский соус с огня. И в еще горячую массу добавляем 2 желтка. И хорошо, тщательно, быстро все перемешиваем. Соус нужно посолить, поперчить и добавить немного мускатного ореха. Соль, перец и мускатный орех, все это по вкусу. И все хорошо, тщательно перемешиваем. Далее в еще горячий соус добавляем примерно половину натертого сыра. И еще раз все перемешиваем. Сыр сразу начнет плавиться в соусе. Так и нужно. От этого соус получится еще вкуснее. Готовым соусом сверху поливаем цветную капусту. С помощью лопатки все аккуратно разравниваем и присыпаем сверху оставшимся натертым сыром. Отправляем запекаться цветную капусту в духовку, разогретую до 200 градусов на 25-30 минут. Запекаем до золотистой корочки. Посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получилась. Давайте же поскорее разрежем цветную капусту и посмотрим, какая она у нас получилась внутри. Кстати, степень румяной корочки можно регулировать по вкусу. Можно зарумянить ее более, что я и сделала, затем перед ужином. На следующий день цветная капуста остается такой же вкусной. Поверьте, всем вашим домашним очень понравится. Очень рекомендую вам приготовить рецепт такой цветной капусты, вы не пожалеете. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория. Субтитры сделал DimaTorzok